здравствуйте друзья вопрос я получил такой знаете цепляющий сильно вопрос звучит буквально так вы можете прочитать его в описании к видео но звучит он так что вот вы михаил как человек который там советской системе образовывался а говорят что советская система образования была лучшей на то время в мире потому что были какие-то выдающиеся люди выдающиеся достижения вот это говорит о том что система была лучшей видимо так значит и если вот сравнить с американской системой а как значит а как вы учились в школе например и и так далее значит у меня знаете как нахлынуло я со светой вот с утра супругой моим перекинулся на эту тему а мы же еще оба работали в системе образования света там кандидат педагогических наук я еще бы годик вот мы пожили тоже был бы там я учился в аспирантуре по педагогике и мы мы работали в этой области много и так далее значит это это так цепляет вы я не знаю может быть это просто лично меня может быть это вообще любого цепляет я представляю сколько вот среди нашей аудитории сколько там есть педагогов профессиональных педагогов и непрофессиональных педагогов и в общем страшное дело ответственная тема тут знаете как вот я с чего начал бы я бы начал с того что когда человек живет вот он смотрит на какую-то маленькую штучку и он видит маленькую штучку обычно и трудно понять что вот эта маленькая штучка она на самом деле является следствием какой-то очень большой и крупной штучки а хочется иметь дело с маленькой победить маленькую и не трогать ничего крупненького давайте поэтому и и даже не хочется думать что есть чего-то крупненько потому что из-за этого крупненького маленькая победить нельзя вот например была такая тема скажем вот роль учителя в обществе учитель знаете вот мы говорим система образования но там же есть учитель вот педагог есть это же от него все вот начинается с него вот хорошего тебя учитель было одну жизнь ты прожил а плохой учитель был другую жизнь прожил буквально так вот значит что получается в советском обществе учитель не был униженным и оскорбленным материально так скажем конечно там учительская ставка эти 18 часов чтобы зарабатывать нужно было брать не 18 часов а может быть полторы ставки там да там где кто-то брали 24 часа 27 часов бывали школы ну от местности зависит сильно значит бывали такие места где можно было брать и две ставки это очень тяжело выдержать но пока ты молодой а чего и я видел учителей уже но которые со стажем там зарплата учителя зависела от стажа в то время как сейчас не знаю и учителя со стажем которые там свои полторы ставочки тянули зарабатывали там как полковник советской армии там по 350 рублей зарабатывать как привилегированный класс там водитель я не знаю там автобуса какой там или там не дай бог дальнобойщик это были очень оплачиваемые люди очень уважаемые обществом уважаемые потому что учитель как бы от общества был был нагружен такой задачей как воспитать советского человека тут тут еще я хочу сказать такую вещь вот это вот рассуждение о том что советская школа была хорошая американская вот мы тут часто слышим от иммигрантов что американская плохая почему потому что в советской школе учили математику хорошо физику химию и так далее в американской средней школе вы можете пройти легко мимо даже математики а уж про физику и химию я и не говорю вы даже не поймете что есть такие науки ну то есть у вас там будет семестр того семестр этого но может даже не заметить и их вот американское образование гораздо более гуманитарное что есть господское господское образование гуманитарно правящие классы всегда имели систему образования для себя другую нежели чем вот для раб силы эти вот рабы потом сейчас сейчас это называется раб сила вот люди внизу они должны знать математику физику ну есть такие совсем простые которые там должны физическую работу выполнять их там учат читать и писать вот а такие уже есть более развитые рабы все равно наемные люди это раб сила такая вот их учат чему-то более таком продвинутым а господа учат гуманитарные науки они учат языки философию риторику посмотрите вот там на учебный план там классической гимназии у меня бабушка училась гимназии я помню как то это у него там выяснял они четыре языка изучали латынь изучали в гимназии так вот к чему я говорю американское образование такое более гуманитарное более господской так можно сказать исторически и вот они плохое образование вот они там дроби там что-то проценты и вот они какую-то мелочевку изучают так вот учитель значит учитель выполняет главную функцию которая на него повешена вообще школа системы образовали главная задача системы образования в любом обществе это воспроизводство общества вот какое бы оно ни было скажем рыбовладельческого что там одна система образования у него задача феодальная капиталистическая социалистическая там развито капиталистической вот как сша мы сегодня мим значит у него задача воспроизвести члена общества задача советской школы советского педагога была воспроизвести члена общества социалистического который работает и лишнего в голову не берет поэтому мозги прочищались общественными дисциплинами всевозможными зомбировали зомбировали людей по телевидению в прессе в газетах не было вообще это это несопоставимо даже вот мы говорим что сегодня там много пропаганды да там в российской федерации это несопоставимо с тем что было в ссср в ссср не было источников альтернативных вот даже как несчастный там голос америки какой-нибудь или там свободную европу они же их глушили вот в москве например невозможно было слушать в принципе поэтому не было вообще альтернативных источников информации сейчас если тебя мозг нацелен ты найдешь а тогда не было поэтому учитель как бы до занимал некоторые почетное место такое достаточно почетно сейчас вот я читаю я естественно я не живу в российской федерации я просто значит читаю вот приезжал паренек он когда-то был моим учеником а вот если вы помните год назад он приезжал и мы с ним беседовали он учитель математики он он и в израиле преподавала сейчас москве преподает олег хаид его зовут и вот он там что-то такое рассказывал и мы мы видим массу историй как там и администрация это не школьные не безумно почтенно а уж учитель ты и вовсе и все его гнобят и и так далее поэтому вот как и я к чему говорю вот есть некая проблема вот проблема учитель и вот как как может вот такой учитель который там униженные оскорбленный кого он может там научить чему он может научить вообще как люди вообще попадают педагогический институт чего их там учат и вот можно там на эту тему но минуточку но все-таки же есть же общество и если мы начнем говорить про учителя без того чтобы говорить в каком обществе мы живем какую задачу этот учитель выполняет за что ему деньги платить знаете и мы мы каждый раз будем заниматься я не знаю ерундой который не кончится ничем потому что пока не решится проблема общества в принципе не может решиться проблема школы проблемы там высшего образования проблема учителя там я не знаю материально-технического обеспечения учебного процесса и так далее все вот эти вот маленькие проблемки они все там значит когда говорят что советская школа была хорошей школой значит первое мы должны сказать что это была советская школа советская школа она делала советского человека и и вот это была ее главная задача чего уже там знал там по математике по физике по химии там и так далее это отдельная история но я хочу вам сказать что в целом как же школа если мы смотрим на страну если для нас трава ограничено там скажем московской вот это вот там кольцевой дорогой или даже там садовым кольцом или может быть бульварным конечно вот как сейчас многие там лет россия россия имеет виду там бульварном кольце там где-то внутри значит ссср школа в ссср была очень слабенькой в том смысле в каком там людей чему-то учили я уже не говорю про сельские школы где там допустим в одной в одной в одном классе в одной комнате могли сидеть там дети допустим ну я не знаю там два человека в первом классе второго нет из третьего класса один из пятого класса один из восьмого двое вот вот такая школа они пытались большевики в какой-то момент поняли что село полностью разорено то есть молодежь не возвращается не хочет там оставаться и выяснили связь вот того что если дети учатся в интернате или дети учатся там где они живут вот была какая-то зависимости вот сказали хорошо значит сельская школа будем значит учить на месте вот они сидели там в одной комнате и так далее я почему с этой проблемой сталкиваться я знал много учителей когда я учился в университете в твери калинин тогда называлась там в основной контингент это были сельские учителя сельским учителям мужчинам давали освобождение от армии отсрочку да то есть если ты работаешь сельским учителем тебя отсрочку давали сельские учителя брали выпускника средней школы по факту поступления в пединститут вот этот калининский там университет по сути пединститут туда ребята поступали после школы шли работать их тут же брали учителями они получали значит там а срочку от армии вот так так вот же пытались поднять сельскую школу ну чему вот их там можно было научить я когда разговаривал это вот калининская область тверская ныне область того не вышний волочок торжок вот вот эти вот городки если начнем рассказывать что что ребята рассказывали между делом не не ужасаюсь вот там да там дети курят там 7 лет они курят и к алкоголю приобщаются и так далее дальше что дальше получается такая история вот ягод сравни я жил в москве и в советском союзе москва была таким как бы ну даже не она была витриной витриной советской страны она была витриной социалистического строя она была витриной достижений социализма эти вся страна вот туда отдавала как бы но у нее не спрашивали там вот но вот в москве было не нигде больше не было был такой анекдот знаете как там кавказец берет такси на вокзале и говорит водителю бы поехали в принцип тот лет куда он говорит в принцип это что это он говорит ну я не знаю что год но мне сказали что в москве в принципе все есть значит вот они создали такую фигню там находилась 80 процентов там науки университетской элиты и но я вот помню пацаном я не соображал совсем но вот я там допустим прямо в школе где я учился там вот секция самбо была секцию сам повел анатолий аркадьевич харлампиев создатель борьбы самбо когда у нас дочка болела года в три в четыре что-то неосматические какие-то были там явления и никуда не невозможно было никуда не не в какую-то эти группу там и и нам говорят вот есть женщина какая-то она врач у нее какая-то дыхательная гимнастика сейчас и но если вы сталкивались или слышали гимнастика стрельниковой такая дыхательная гимнастика стрельниковой она жила в трех кварталах от нас мы ходили к ней домой и там у нее группы были со всей страны люди приезжали нам она поднимала там самыми невероятные болезни выходили к ней домой там десятка завезет и все как рукой с него там буквально через через месяц я просто рассказываю москва это это было что-то невероятно и и физмат школы и лучшие университеты лучшие кадры и и и все в одном месте сконцентрировал и помню там у нас знакомый был он он где-то был полковником там чего-то в сибири где-то я не могу сказать точно где он там служил ну вот и я ему там как-то говорю что вот люди стремятся в москву перевестись он говорит миша он там где я полковник он где там полковника генера а в москве полковник вот как собака идешь и плюнешь кого-то будет полковник но ну правда так вот это это был был высокой концентрации места и очень много университетов и они собирали народ но не все но очень многие университеты приезжали люди там со всей страны я не знаю физмат школы английские школы вот такая высокая высокая концентрация в принципе я бы сказал что санкт-петербург в этом смысле ленинград тогдашний да тоже был вот такого плана местом были очень высокой концентрации места такие как нельзя киев а минск например новосибирск то есть были какие-то точки по стране но если ты не живешь в москве питере я знаю там киеве новосибирске минске да что остается в каком-то смысле одесса может быть тогда я я не хочу другие какие-то города как-то так вот подбить но просто это что не живет же вся страна в москве питере новосибирске понимаете поэтому система образования повсеместно было довольно фиговый если мы говорим про математику про физику про химию то то в общем и целом уровень подготовки людей был до крайне низким и я вам такой пример расскажу значит я учился в обычной там московской школе номер 417 возле дома я был такой отличник но не круглый но такой достаточно по математике по физике меня были пятерки и значит когда закончил восьмой класс заканчивал восьмой класс то вот стала такая задача поступать на физмат школу брат меня мотивировал он учился на них мать мгу и как-то вот ну хорошо я пошел там я в несколько школах там проходил какие-то экзамены были вступительные и в итоге оказался вот 57 чему крайне рад но я помню что была школа я бы я не помню номер какой-то было не вне суть и они мне там задачку дали классическую простейшую по физике там значит когда теле когда бросают тело там под углом горизонту да это классика это уже не знаю там что уже проще то ничего нету я не знал какой решить толком это восьмой класс и у меня пятерка была по физике потому что уровень требований это москва это не эти дни не сельская школа потому что уровень требований был нулевой вот допустим книжку прочитать и пересказать это уже была пятерка потому что никто не читал эту книжку а даже те кто читал не могли многие пересказать вот и все это вот это московская средняя школа обычная и потом уже когда я попал в математическую у нас там был такой великий педагог владимир владимирович бронхан его звали он был по своему революционер потому что он глубоко положил на советскую систему с ее учебными планами и со всеми этими делами и он сказал когда мы пришли в девятый класс да и он говорит значит так ребята сказал он мы должны заниматься другими вещами по программе но механику проходили в восьмом классе а мы уже в девятом и он год вы механики не знаете никто вообще поэтому мы начнем с механики и мы три месяца в девятом классе вопреки всем его выгнали потому что он там не смог удержаться его вынужден был уйти вот за и за то что нас вытаскивал и мы три месяца изучали механику до слез вот как учились советской школе вот вот до этого никак не учить а тут значит раньше 11 пойти спать было немыслимо значит из школы мы шли через дорогу там буквально пять минут хода был юношеский зал библиотеки ленина и вот мы туда шли в этот юношеский зал прямо из школы там но мы перекусили туда там столовка шикарная была и вот и сидели там до ночи а потом уже домой вот раньше 11 не получалось прекратить занятия вот так вот так три месяца прошло я думал что я сейчас копыт свалюсь но выдержал молодой организм и потом тут вышел какой-то очередной номер журнала квант а мы все подписаны были то есть пришел взять его школа должен быть сразу подписаться на журнал квант такой физико-математический он говорит журнале квант есть 10 задач по механике говорит он вот значит и 5 5 по да вот там есть пять задач по механике если быть хотя бы там три решите то значит там мы с вами не зря три месяца занимались и и я дрожащими руками вытащил его из ящика почтового и и за час решил все пять и и и и как то значит вот отхлынуло я просто к чему рассказываю в целом советская школа в целом советская школа там были сложные серьезные задачи ничему такому не учила понимаете ничему такому не учила я помню когда приезжали ребята а у нас школа находилась 417 вот обычная городская находилась рядом с академией бронетанковых войск имени малиновского маршалов и постоянно офицеры приезжали учиться каждый год новый набор приезжают офицеры они с семьями у них дети и каждый год появлялись какие-то новые дети в классе и из самых разных мест но но со всей страны их не было много ну так каждый год 12 там подходил и учителя наши которые сами то ничего с толком не учили вот в том смысле чтобы научить и вот наши учителя были в ужасе в шоке от того как эти дети вот были подготовлены при том что сами эти дети там откуда они приехали они там были если не отличниками то хорошистами они там как бы ну выделялись в хорошем смысле эти они там в каждом слове делали по две ошибки там но и тогда поэтому воспоминания о том что советская школа хорошо учила у меня нет у меня есть воспоминания о том что несмотря на систему несмотря на систему были такие места где можно было научиться но они были как бы немножко вопреки системе вот например языковые школы математические школы при всем при том что они как бы официально статус какой-то такой имели но но при этом они по первых не не существовали повсеместно но это вот может быть только очень очень больших городах там где-то по чуть-чуть во вторых они были как бы полу такими официальными полу легального сучи математические если языковые школы как-то у них статус был такой более уверенный то И вот математически они как-то на энтузиазме, на том, на сём, как бы местные власти разрешали, а вот какого-то такого прописанного статуса документального у них в стране не было. Но поскольку всё делалось ради ракет, ради, я не знаю, обороноспособности, то нужно было где-то брать людей, которые, может быть, более продвинуты. И вот поэтому была вот эта система. Было несколько направлений, в которых, если ты посвятил свою жизнь вот этому направлению, можно было выйти на какой-то уровень, абсолютно недоступный для других людей в стране. Например, вот скажем, шахматы. Вот кого в Америке интересуют шахматы? Здесь вообще, если вот в кинофильме американском показывает мальчик там с доской шахматной подмышкой, это значит, что он нёрд. Ну то я же думаю, уже на всю голову такой козёл, никто с ним дружить не хочет. Вот это человек с шахматной доской. Так вот, люди, которые в шахматах там достигали высот, они ездили за границу. Понимаете, там уже даже еврей, понимаете, которого так за границу не выпустят, и уже они уж там и так далее. Но всё-таки, если он уже такой вот, ну, вы посмотрите на гроссмейстеров, вы посмотрите там на чемпионов. Там же редко кто был не еврей. Потому что для еврея это была возможность куда-то вот пробиться. Ну куда-то, вот куда-то попасть. То же самое было с музыкой. То же самое было с высокой наукой. Понимаете? Поэтому все силы нации были брошены вот на эту область узкую. Не было бизнеса. Вот знаете, сегодня, да, ты можешь делать бизнес, делай бизнес. Сколько людей делали бы бизнес, вместо того, чтобы там, допустим, ещё чем-то заниматься таким, к чему у них, может быть, душа даже не лежит и так далее. Но не было бизнеса, не было никакой экономической активности. В Соединённых Штатах половина населения страны работает в малом бизнесе. А там понятия такого не было. Малый бизнес. Поэтому что получалось? Вот всё было заорганизовано. Не было такого, что не запрещено, то можно. А запрещено было практически всё. Но самое главное, что вопрос, вот, допустим, скажите, а можно вот я вот это буду делать? Первая мысль такая, что эта сволочь задумала такое? Понимаете, не было мысли, ну человек хочет пусть делать. Он говорит, не-не-не, вы чего? Поэтому всё было зажато, заковано, закупорено. И вот в этой закупоренной, значит, бочке там было пару таких вот клапанов, через которые что-то такое там выпускалось. Фундаментальная наука. О, да, ты чего? Я помню, у кого-то я был из там знакомых ребят молодых на там дне рождения, а там вот они, он был из семьи вот этих вот. И там они, значит, говорят, а вот там вот какой-то там, что он? Говорят, ну, и так, как-то так виновата, так руками разводят. Ну, прикладник, ну, ну, не удалось жизнью человеку, ну, прикладник. Если он не теоретик, то это, конечно, уже второй сорт. Здесь всё наоборот. Здесь прикладник, у него всё. Хотя, может быть, и теоретиков не обижают, я не хотел этого сказать, но прикладник, да вы что? Знаете, поэтому я бы не хотел, чтобы иллюзии какие-то создавались по поводу вот советской системы образования в целом. Если бы я не поездил по стране как следует, если бы я не работал в системе образования, если бы я не учился там, не получал педагогического образования и так далее, и всё, что бы я видел, это была бы вот школа, где я учился, и там, может быть, ну, какие-то люди, которых я знаю, наверное, моё мнение было бы другим, но то, что я видел, абсолютно никакого ощущения у меня нет, что была какая-то очень хорошая система образования. Я учился в институте связи на дневном, и потом вот в этом университете в Твери, на заочном. И я хочу сказать, что на заочном было пару ребят, которые действительно занимались и так вот что-то знали. Но это пару ребят, уже все остальные были учителями где-то, и так они формально приезжали, что-то сдавали им, им ставили эти тройки там, и вот так оно всё крутилось. То есть я не могу сказать, что я, например, там многому научился, при том, что я, в общем, достаточно дисциплинированный человек, и как бы я готовился там, и не знаю. Я даже неплохо там учился. Они с трудом ставили пятёрки, знаете, они, чтобы заочнику пятёрку поставить, они очень придирчивы были. Но тройку ставили просто по факту прихода, фактически. Но если ты там не козлил уж чересчур. Я помню, мне как-то нужно было зачёт пересдать, потому что я всё-таки уже с высшим образованием, но они говорят, но мы университет, мы не можем перезачесть тебе курс там математики или что-то, но хотя бы общественные, там историю КПСС, чтобы не сдавать. И был у меня там зачёт по программированию. И они говорят, ну хорошо, давай так, мы тебя автоматически не перезачтём, но вот если ты такой, что ты как бы можешь, ну вот приходи, приходи, и вот мы на тебя посмотрим. И я пришёл, и зав кафедры, и там не помню, какая там была кафедра, и он мне говорит, ну давайте, говорит, я вам там на фортране можете написать? Я говорю, на фортране могу. Он говорит, ну давайте, вот я вам там дам сейчас задачку. Значит, и я беру лист бумаги, сажусь, ручку, и смотрю на него, и готовлюсь записать. И он смотрит, меня говорит, что, говорит, напишите? Я говорю, ну конечно, я говорю, давайте. Вот ладно, говорит, он идите и ставит мне там зачёт. Вот так учились. Поэтому институт связи, там было много ребят, которые соображали. Но не то, чтобы, вот знаете, как-то академические ценности превалировали в жизни там студентов. Наверное, и сейчас так, я не знаю. Людей, которые, скажем так, хорошисты и отличники. Даже я не знаю. Ну, вот 300 человек на выпуске, вот нас было двое. Я там и ещё один парнишка. Вот мы с ним были круглые отличники, там все пять лет. Хорошистов было, ну может быть, таких, которые стабильно, 4-5. Ну может быть, ещё 20-30 человек. И всё. Поэтому, не знаю, при том, что институт связи был московским средоточием, вообще, цвета. Тогдашняя вот система этой. То есть, там работали, практически все учебники были написаны вот людьми, которые, вот они по коридору идёшь, там, может, на ногу ему наступить, может, там, не знаю. Да, в общем, столкнуться. Вот они все прям по коридорам ходили. Очень заслуженно и очень интересно. Я помню, у нас был такой дедушка, лет под 80. Его звали Митильский, Георгий Борисович. Он был отцом, можно сказать, московской телефонной сети. Вот представьте себе, сколько там телефонных станций. Он был консультантом при строительстве практически всех этих станций. Он такой ветхий уже такой был, очень дяденька. Очень любил меня, кстати. Вот, я на первой парте сидел. Он мне экзамены ставил автоматом. Вопросов не задавал. Так, идите, говорит, отсюда, говорит, не боросьте мне было. Я говорю, спросите что-то. Но, говорит, идите, идите, партнер говорит, не отвлекает меня. И, к чему я говорю, это был невероятный опыт. То есть, там был цвет. Если ты хочешь учиться, там можно было, я не знаю, в космос улететь. Но, еще раз, я не хочу сказать, что там много людей хорошо учили. Там готовили добротную, вот на нашем факультете автоматической электросвязи, готовили, в принципе, такую добротную массу техников. Инженерами это нельзя назвать, конечно, в американском смысле. Это не были разработчики. Это были техники по обслуживанию телефонных станций. Вот здесь такую работу техничность выполняют. Поэтому, еще раз, не было массовой, такой, массовой, сильной подготовки, там, по математике, по физике, по химии, там, я уже не говорю про гуманитарные дисциплины. Это было в полном загоне, это даже разговора нет. Но даже в естественно научные, которые, казалось бы, у них там очень сильно было, у нас, в СССР, нет, я не видел этого. Американская система, если мы сравниваем, более гибкая, что ли, она под каждого человека подстраивается. И вот мы учились, вся страна училась по одному учебнику. И был институт в Академии педагогических наук, назывался «Содержание и методов обучения». НИИ СИМО такой. Вот в этом НИИ СИМО разрабатывались все школьные учебники. И, соответственно, вот по этому учебнику, ну, там специалисты сидели потрясающе, это вообще было что-то, но... И вот они, значит, вся страна занималась по этим учебникам. Здесь такого нет, здесь разные учебники, значит, там, школа, там, дистрикт, там, педагог, они могут выбирать из какого-то количества. Когда ты попал в школу, ну, в начале не такого нет, а вот, допустим, уже постарше, особенно в high school, значит, ты выходишь вот на этот предмет, на тот предмет, тут у тебя более сильный, там, у тебя менее, там. Есть очень много такого по выбору. В университетах то же самое, очень много чего по выбору. Вы можете, например, брать более сложные классы, которые засчитываются в университете. Вот у меня, когда дочь закончила среднюю школу, у нее уже вот эти вот AP классы, Advanced Placement, такие университетские классы, у нее было на два года в университете. Она могла закончить университет за два года, если бы хотела, потому что у нее два года уже было набрано очков. Поэтому здесь очень гибкая система. И те ребята, которые в старших классах ориентированы на продолжение образования, они могут очень и очень серьезно заниматься. Но это их выбор. Если в школе нет такого серьезного класса, который ты хочешь взять, ты можешь пойти, например, в City College. То есть уже такой следующий уровень образовательной системы. Но если тебя в школе нет, можешь туда пойти. Почему хорошо учиться в школе, например, в каком-то мегаполисе крупном, вот, скажем, как Кремниевая долина. Здесь прямо в школе, не надо никуда убегать. Прямо в школе есть очень много продвинутых, серьезных классов. А если вы где-то в сельской местности, то школу уже такого, может быть, там не предлагают. Но City College там где-то есть и так далее. Здесь нет такого, что ты вот живешь в Москве, так ты живешь в Москве. А все остальное там уже как бы не сильно близко стояло. Вот. Здесь ты где не живи. В общем-то все у тебя есть. Под рукой, давайте я переверну камеру. Значит, нет такого, чтобы было бы одно место, в котором все сосредоточено. На том берегу есть, я не знаю, из крупного, да, есть там, скажем, Нью-Йорк и Бостон. А на этом берегу, например, как бы аналогом будет, ну, скажем, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Но тут же и Сакраменто, тут же и Сиэтл, и Портленд. Вот тут вот по бережку идут. Да? И там тоже колоссальные города. Там и Филадельфия, и тут же Майами. Там, например, и если в сторону континента взять, там Чикаго, там Денвер. Там потрясающие крупные... Атланта, боже, там столько больших, крупных центров и научных, и каких хочешь. Вот, допустим, если мы про естественные науки говорим, да, вот есть, например, ну, на том берегу, я уже не говорю, там, Ivy League, там, там, ну, много серьезных университетов, но MIT, допустим, да, Массачусетс, Массачусетский технологический институт, Caltech, вот у нас тут, там, под Лос-Анджелесом, Бёркли, Стэнфорд. Понимаете, раскидано по всей стране. Вот где ты не есть, в принципе, рядом вот есть очень серьезное средоточение всего. Такого, что может дать тебе какой-то скачок, толчок, там, я не знаю, вынести тебя на новую орбиту, если ты можешь на этой орбите находиться. Поэтому, разный тип образовательных систем. Если здесь государство такое предоставляет тебе свободу и говорит, ты гражданин свободного общества, живи, как вот, свободный человек в свободном обществе. И дальше ты смотришь. У этого есть какие-то свои, как сказать, не то, что недостатки, но несовершенства. Когда, например, человек учит черт что, и вроде государственный ресурс на это тратится, потому что это субсидируется государством, а он потом там два раза или три меняет профессию, и всё это, как бы, происходит за государственный счёт. Ну, ничего страшного, в конце концов, государство выделяет на это деньги. Вот. Но зато он может развиваться сколько хочешь, и никто ему не помешает, и на всех хватает. В Советском Союзе система была, наоборот, такая вся прописанная. Вот, понимаете, вот как микросхему прошили, и она вот не работает там по той программе или этой. Вот у меня есть одна, она заложена. Вот. И вот если ты не вписался куда-то вот там в эти алгоритмы, то тебе фигово. Вот. Я уже не говорю о том, что если ты не вписался в алгоритмы общества, и это общество говорит тебе, ты плохой, ты второго сорта, ты вот дальше этой точки не пройдёшь. Потому что ты родился не таким. Это уже отдельная история. Поэтому. Вот. Про советскую школу. Мы ещё со Светланой вместе вернёмся к этой теме, потому что она тоже заинтересовалась. И... В общем, а это так у меня на ходу. Счастливо! Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»